Я не люблю там ютубы Николай Григорьевич, вы спросили, это то самое, я говорю, да, то самое, посажен в 1985 году, двухлетним примерно, вот, и повезло, что не было никакого холма, повезло, что был склон, и сейчас он был склон, поэтому он не выкрыл до сих пор, вот, значит, рекордный урожай, 15 лет назад есть фотография, одна ветка, это невиданное, что у меня творилось, вот, когда собирали, до 30 лет собрали, и все, они еще подали, и, наконец, два года назад был еще урожай СТЕ, а фиксировать некому, мы любители, вот смотрите, видите вот это дерево, да, я его называю супруг манджурца, Это, вот это справа дерево, на самом деле, это сейный самура, плоды не крупные, но вкуснее, чем, все равно такие, в основном на закатку, и вот, когда на нем соседка собрала, я даже за это заплатил, вы мне должны сказать, сколько ведер, Когда она всего собрала 15 ведер, на моем, при такой же густоте, они супруги опыляют другую, вот, на моем, было в 30 раза больше, то есть это был не просто урожай, там, предыдущий рекорд 30, это было что-то 40-50, но не зафиксировано, но я вот так завозал, Прошлый год как урожай был? Прошлый год был обычный, урожай собрали, даже, по-моему, это не продавали, только на питомнике, он через год дает такие, понимаете, он супер урожай дает через год, потом обычный, 2-3 ведра может дать, может 8 дать, Потом у меня еще второй по этому, это то, что я фиксировал, один раз тогда Андрея просил, он считал ведра, значит, максимальный урожай был из культурных, у королевского, который мы спилили пару лет назад. Ну тоже ровесники они были, то есть там пень большой остался, вот где качеля стоит, в том месте он. Там было два сорта у меня привито, он дал такие урожаи, соседи съели, вот, все это лежало на крыше их, оно выросло, выросло, у меня только из-за этого все нервы мотали, представляете, урожай, и вот, значит, это, а крыша гниет, а снять не можем, а там десятки ведра, не знаем сколько, на этом было 25, потом академиков, у меня получился новый сорт сразу, но это долго рассказывать. Назвал по имени сына Артем, потом оказалось, Артем есть законный, тогда я назвал, куда деваться, Артем 2, 25, этот, жердель на Моранжульце, молодое дерево покажу, 23 ведра, а эти, вот, к сожалению, вот там два пняж стоят, но всегда потеряли два сорта, 30-летники их называют, 30 лет для меня уход на пенсию, вот, много сухих веток, даже где-то опозорят, в Киеве, воньков ранний, больше у меня его нет, никогда не будет, поди сейчас достань, с каждым годом все труднее что-то доставать, а эти 30 лет, это не зря прошли, это закалка невероятная, и переделка, там рядом был, сейчас я договорю, ранний, этот самый, Мелитопольский ранний, тоже навсегда потеряли, Мелитополь привез, зараза, ему хоть бахни, все эти годы давал десятки ведов, и, наконец, яркий пример, Сычева, может, знаете, он один из самых ведущих, ну, сейчас перешел сейчас на бизнес, ученый из этого, Сычева Александра Ивановича, он мне прислал на Митобу, 604, вот она, плоды были, копия, даже подозревая родственники, с академика, но помельче, с пятнышком, особо, вот такой вот, полностью округлился был, или соседи, вот, все, больше его нет, не узнать никогда, вот таких примеров, у меня десятки просто, они все зафиксированы, хожу, снимаю фильмы, делаю фотографии, но никому не надо. Значит, я думаю, просматриваюсь, кто-то обратит, кому надо, если не просят, пробиваю новичков. Другое дело, сто процентов, это точно не надо, больше того, я, вот, специалисты с нами приехали, с садоводством занимаюсь, если я объясняю, что происходит, на следующий день опять переспрашиваю, как я вам вчера рассказывал, то есть, если человек не интересуется, у него это не откладывается, я не считаю, скажем так, необходимым тратить силы, кого-то обучать, образовывать, если кому-то надо, он найдет, он спросит, у таких человек пять, если наберется, и сотен. Да, у меня всего два человека. Ну вот, тем более, даже еще и месяц. Нет, у меня есть несколько десятков суперпомощников, они за вас мне скажут, что я в своем районе добился таких успехов, что мне уже пора к ним в ученики идти. Начинали с моей технологии, с моих косточек, черенков, саженцев. Если 10 человек у вас, черенков, уже этого достать. У меня таких сейчас, у меня как-то увеличивается, уже где-то около сотни. И все уже выращивают персики, абрикосы. Надо успокаиваться, и не надо с каждого требовать, чтобы он был гением в какой-то области. Зачем? Хорошо, я думаю, самое главное ваше внуки пошли по вашим стопам, дети. Это гораздо больше, чем... Сказать правду? Я уже сказал. Но не на камеру.